Токарный станок Waisen WM210Fx400 нарезание резьбы тема сегодняшнего видео. Я расскажу об усовершенствованиях, которые я сделал на этом станке. Эти изменения носят личный характер и это видео является ознакомительным. Существует плата управления, она на станках отличается и это управление этой платой связано с безопасностью станка. Потенциометр, который регулирует обороты, поворачивая против часовой стрелки мы слышим щелчок. Электрическая схема станка выполнена таким образом, что после каждого выключения станка надо повернуть потенциометр против часовой стрелки, выполнить щелчок и потом включить и регулировать обороты. То есть выставить обороты, на которых мы работали ранее. Такая защита, как пишет завод-изготовитель, необходима для того, чтобы не давать при старте резкие обороты. Этой защитой можно пренебречь и сделать электрическую схему, чтобы обороты на станке оставались постоянными. Как работает вся эта схема. Кнопка пуск-стоп. Загорается табло и станок включен, готов к работе. Жестик это реверс станка. Наверх это правильные обороты. На низ обратное направление от себя. Потенциометр, который регулирует обороты. И кнопка включения станка. Вот эта кнопка взята с потенциометра. То есть, вот этот выключатель, который был на потенциометре, он разорван и подсоединен на тумблер. Тумблер это четырехпиновый. И стоит еще дополнительное реле времени с задержкой. Оно на 5 вольт. Ардуино. Я выписывал на озоне. И вот это реле необходимо, чтобы запустить плату управления станком. Так уж выполнена хитро эта плата. С задержкой по времени. Как работает этот станок. Включаем реверс. И включаем станок. Выключаем станок. Включаем реверс в обратном положении. И включаем станок. Старт станка происходит с задержкой небольшой. Так работает реле задержки времени. Для того, чтобы нарезать резьбу, надо суппорт останавливать в одном положении. Это положение можно регулировать вручную. Для этого надо иметь огромный опыт. Можно устанавливать всевозможные электрические линейки, которые будут устанавливать суппорт. Я установил концевой выключатель. Этот концевой выключатель я взял со станка. И этот концевой выключатель останавливал защиту от оставления ключа в патроне. Я установил концевой выключатель жестко и прорвал цепь управления этим концевиком. Как работает нарезание резьбы? Выставляем, регулируем, включаем правильные обороты, включаем станок. Станок едет. Вот здесь передвигается штанга, которая устанавливается на суппорте. И в определенном положении эта штанга сработает. Вернее, в определенном положении сработает концевик. Сработал концевик и станок остановился. Теперь нам надо запустить реверс в обратном направлении. Выключаю станок. Режим реверса включаю. И включаю станок. И станок не запускается. Это связано с тем, что концевик разорван. Цепь управления разорвана. Для того, чтобы цепь управления соединить, параллельно стоит еще небольшая кнопка. Эта кнопка является замыканием концевика. Нажимаем кнопку. Сработает концевик нахально. И продолжает движение дальше. Отъезжает суппорт. Можно останавливать станок и жестиком. Но в любом случае надо выключать питание станка. Включаем снова на себя. Включаем станок. Станок поехал. Сработал. Выключаю станок. Выключаю реверс от себя. Включаю станок. И станок не едет. Нажимаю кнопочку. Станок поехал. Выключаем реверсом. Можно выключать станок тумблером. То есть для остановки станка есть две кнопки, что очень удобно. Выключаю станок. Хочу сказать, что концевик, который установлен был на станке, он мне очень понравился. В этом концевике срабатывает сначала электрическая часть. Это микровыключатель. И вы услышите сейчас щелчок. Слышно щелчок. И после щелчка, посмотрите, миллиметров 6-7 передвигается еще в свободном полете концевик. То есть для инерции и остановки станка этого достаточно. Для того, чтобы выполнить резьбу, надо обработать заготовку. Я буду обрабатывать по таблице, настроить гитару, выбрать шестеренки. Настраивается гитара по таблице, которая укреплена на защите станка. У меня будет резьба М12, шаг 1.75. Значит, я выбираю шаг 1.75. Вот шестеренки, которые я должен поставить. Установить на гитару. И потом нарезать резьбу. Есть резцы для того, чтобы нарезать резьбу. Будем пробовать нарезать резьбу вместе с концевиком. Есть у меня таблица, я выписал ее с интернета. По этой таблице буду нарезать резьбу. Наружный диаметр 12 миллиметров. Можно делать 11,97-11,7. Допускает ГОСТ. Внутренний диаметр должен быть 10,072,9,6. Я буду делать 10. То есть канавка для выхода резца 10 миллиметров. По поводу гитары настройки. А, Б, С, Д, Е, Ф. Так располагаются шестерни. И согласно таблице 1.75 шаг получается 40. И пустота 60, 70, пустота и 80. После сборки гитары, а это заняло примерно полчаса времени, я пришел к однозначному выводу, только электронная гитара. Тем более, если ты работаешь на станке ЧПУ, все это знакомо, программы, настройки. Я думаю, электронная гитара здесь стоит на первом месте. Установил резец. Затянуто все. Обороты где-то 150 я попробовал. И теперь мне отрегулировать надо остановку резца в канавке. Лимб выставил на ноль. Буду давать 0.25 для одну подачу. Зажимаем маточную гайку. Маточную гайку. Маточную гайку. Маточную гайку. Маточную гайку. Маточную гайку. Придцом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А так нарезается резьба. Что мне понравилось в комплекте с этим станком, так это резцы, которые идут. Вот я устанавливал резец отрезной, делал канавку. Резец, которым я проходил и обрабатывал поверхность. И установил резец для нарезания резьбы 60 градусов. Получается, что резцы завода отрегулированы. Работают они превосходно, лучше чем на пайке. Продолжение следует... Подведя черту под сегодняшним роликом, хочу сказать следующее. Если резьбу нарезать редко, этой гитары достаточно. Единственное, что настройка этой гитары требует времени. И для того, чтобы поменять шестеренки, особенно когда шестеренка и пустая втулка, надо сделать небольшое приспособление для того, чтобы выпрессовывать эти втулки. Это приспособление будет напоминать чем-то, скажем, шансовый инструмент, то есть типа плоскогубцев. Для того, чтобы выдавить втулка, очень легко, но лучше не применять молоток и эти втулочки выдавливать. При настройке гитары меняются все шестеренки. И после настройки надо проверить зазор. То есть настройка гитары требует времени. Если заниматься на этом станке и нарезать резьбу часто, я думаю, однозначный вывод. Здесь надо приобрести гитару с электронным управлением. То есть электронную гитару. Здесь уже вот эта настройка шестеренок все отпадет. Электрическая сейчас, с которой я поработал, показала себя с хорошей стороны. Все отлично. Ну, единственное, на счет показать, так это шток. Шток двигается. И этот шток можно установить в любом положении, в зависимости от положения суппорта. Во время работы получилось так, что без нагрузки станок останавливается в одном положении, с нагрузкой останавливается в другом положении. Я думаю, что с одной стороны здесь надо просверлить резьбу, нарезать резьбу и ставить винтик для микрорегулировки. То есть для того, чтобы во время работы отрегулировать буквально несколько соток, надо подкрутить винтик и в таком положении оставить и работать. Концевик зарекомендовал себя хорошо. Электрическая часть показала себя, работу с хорошей стороны. Этим я всем доволен. Я не профессионал по токарным работам по металлу. Резьба нарезалась, и мне этого достаточно, потому что есть работы, где необходимо нарезать резьбу. В основном это струбцины, поэтому крупная резьба. Я нарезать такую резьбу буду. Два вопроса по настройке гитары. Если посмотреть на шестеренки, здесь цифры, количество зубьев. С одной стороны отлив, а с другой стороны гладкая поверхность. При сборке можно шестеренки ставить вот так вот, без отлива. Можно ставить с отливом, будет разрыв. Я не претендую на правильное решение. Я поставил отливами друг к другу. То есть между шестеренками есть небольшой зазор. Если поставить без отлива, тут возникает такое ощущение, что они трутся друг к другу. Вот я собрал сейчас гитару. И посмотрите, как она работает. Тихо, да? 400 оборотов. Давайте добавим оборотов. 1000 оборотов. Вот на 1000 оборотов так работает станок. Тихо, приятно. Выключаю станок. На таких оборотах лучше не запускать. Поступали вопросы ко мне на почту. Зачем выключать станок? Именно вот этим тумблером. Повторюсь, потому что вопрос очень интересен. На этой плате сделана защита. Эта защита необходима для того, чтобы при каждом включении станка мы поворачивали потенциометр против часовой стрелки, делали щелчок, включая потенциометр, начинали вращать, добавлять обороты. То есть, каждый старт станка должен происходить на минимальных оборотах. Для этого служит выключатель на потенциометре. Это защита двигателя от рывка. Если обороты у нас стоят небольшие, и мы включаем реверс примерно на себя, включаем станок, обороты совсем маленькие, 80, к примеру, 300 оборотов, выключаем станок, включаем станок. Такой старт для станка не страшен. Страшен для станка 2000-2500 оборотов. Это своего рода защита, и эта защита выполнена в виде прошивки. Перепаять прошивку, конечно, наверное, невозможно. Еще раз включаем реверс в обратную сторону направления, включаем станок, и начал вращаться станок в другую сторону. То есть, включение и выключение станка происходит именно этой кнопкой. В целом, станок показал себя с хорошей стороны. Все работает. Станком я доволен. И он служит для выполнения небольших работ в солярной мастерской. Всего вам доброго. С уважением, Владимир Желенко.